День водолаза День водолаза День водолаза День водолаза День водолаза В основном в этом снаряжении отработали А сколько он весит? Он, по-моему, неподъемный Ну, вот этот шлем с манишкой весит 18 килограмм А так вообще водолаз в этом снаряжении На себя надевает В общей сложности 85 килограмм А как же вообще жить-то В таком снаряжении? Ну, наверное, сейчас, если Юрий Тагилович откроет нам тайну Тебе, по крайней мере, точно, что в воде-то все же весит по-другому Ну, до воды же надо еще как-то добраться По-другому, вот, правильно говорите До воды надо добраться по трапу Спускаться, подниматься Все это на себя нести То есть водолазы, они еще и такие силачи, можно сказать Ну, здоровье должно быть Тем более Меняется же атмосфера, да, меняется давление Я думаю, что здесь, как у космонавтов, должно быть А проходитесь какую-то особую подготовку? Ежегодно специальная медкомиссия проходится Ну, и физическими упражнениями занимаетесь, наверное Ну, упражнения при работе достаточно, нагрузки Два-три часа работы под водой уже, так скажем, выжимают все, что можно Понятно А хочется спросить все-таки про находки Какие, что интересное, необычное находили при погружениях? Ну, мы поисками особо не занимались У нас техническая работа Нефтегазопроводы Подъем затонувших судов Гидротехническое сооружение, ремонт Какие-то сокровища в судах находили? Или не возят у нас в Ярославской области сокровища? Пиратов-то не было у нас? К сожалению, я, наверное, не могу похвастаться, что какие-то сокровища находил Ну, вот, если можно отнести к водолазной деятельности Когда отдыхал в Тунисе, плавал в ластах маски Нашел золотой браслет прямо на пляже Ну, практически, я думаю, да А не страшно? Ну, этот барьер, наверное, он давно пройден Это уже работа, труд Вы же вот приходите, вам, наверное, не страшно на работу? Нет, нам не страшно Нет, ну, я думаю, что у нас не так связано с риском для жизни, скажем так Ну, камера на нас не упадет, она сбоку где-то, фонарь только может А ведь у вас подача воздуха идет, кислорода Вот, мне кажется, это самый главный страх, нет? Ну, это не страх, это обеспечение жизнедеятельности водолаза Средства обеспечения, они должны быть проверены, сертифицированы Ну, профессионалы На водолазной станции как минимум три водолаза Один работающий, другой обеспечивающий, третий страхующий И они так меняются Два часа отработал, ты становишься страхующим Через два часа в следующий пошел Ты становишься обеспечивающим На более большие глубины, там, четыре-пять водолазов То есть нужно доверие иметь к своим сотрудникам, своим коллегам, чтобы вместе работать Да, конечно, это должно быть полное взаимопонимание, уважение друг к другу А подача кислорода осуществляется по камерам каким-то или уже индивидуальные у всех баллоны? Есть аварийный запас с собой, а так вот сюда Подается по шлангу И вот серзет клапан, вентилируемый, травящий клапан вытравлюсь Там постоянно меняется воздух Ну, конечно, качество не так, как мы дышим Там чуть похуже получается, но жить можно Не жить, а работать даже надо Работать, да А какая глубина максимальная, на которую вы погружались? У меня допуск, не только у меня, в этом снарожении до 60 метров Ну, небольшой инжектор сюда добавляется И подается гелиево-кислородная смесь Уже можно погружаться, скажем, до 200-250 метров А самое продолжительное время под водой? До двух часов водолаз должен работать У меня личный рекорд 8,5 часов А вы же работаете в любую погоду, правильно? И зимой, и летом? Холодно, наверное, бывает Ну, вода всегда плюсовая Ну, она плюс 4, насколько я знаю, там, или плюс 2, по-моему Ну, когда такое снарожение на себя тащишь Тащишь и что-то делаешь еще Обычно выходишь, пар идет А вы сказали, что раньше работали в таких А сейчас как выглядят водолазы? Сейчас выглядит вот примерно вот так вот Это американское снаряжение Superlight Они полегче, поудобнее Современных водолазов уже вот трехболтовку особо-то не загонишь Оно и легче, да? Ну, и легче, удобнее, экономичнее, да, все Наши водолазы, ярославские, тоже так работают? Да В таких вот снаряжениях? Это, кстати, мои же водолазы, которые у меня работают А, фотографируют Понятно Сколько глубина Волги, так, для сравнения? То есть запаса 60 метров хватает с лихвой? Хватает, ну, где-то 40 метров еще можно В водохранилищах, да Более-то, наверное, я не встречал До 40 метров Что, рады были встретиться с представителем такой героической, не побоюсь этого слова, профессии Спасибо вам, что пришли к нам Поздравляем вас с профессиональным праздником Принесли такую штуку, да, поздравляем Спасибо И желаем, чтобы ваша работа не была все-таки опасна, а была все более прекрасна, как у нас, например Да Спасибо В пользу случаям я всех своих друзей, коллег, знакомых, водолазов поздравляю с профессиональным праздником Желаю благополучия, здоровья и успехов в нелегком труде Хорошо Ну и от нас и от нашего спонсора Кофе Паулик Президенте вам в подарок Чтобы ваше утро было самым добрым Спасибо Спасибо вам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!